До 40-х годов магистральные локомотивы будущего представляли инженерам тяги как тепловоз непосредственной действия. По аналогии с паровозом привод движущего колесных пар, такой машины хотели осуществить через шатунный механизм. Однако, этому простому решению сопутствовали недостатки. Дизель начинал работать при частоте вращения колесного вала не менее 120 оборотов в минуту, а это достигалось лишь при скорости локомотива не менее 10 км в час. Большинство разработчиков проекта новой машины склонялось к мысли о разгоне тепловоза вместе с составом. Энергию для приведения состава в движение предполагалось заранее аккумулировать или получать с помощью вспомогательных двигателей. За решением проблемы взялись многие инженеры и конструкторы. Развитие их идей шло по трем основным направлениям. Первые два объединяли мысль о подаче в цилиндр дизеля сжатого воздуха, запасаемого в особый резервуар или вырабатываемого вспомогательным дизелем-компрессором. Предлагали, наконец, применять для разгона состава паровой котел и паровую машину. Представители этого третьего направления считали, что дизель и паровая машина смогут работать как порознь, так и совместно. Именно такой локомотив назвали теплопаровозом. Его опытный образец в 1935 году предложил построить студент Московского электротехнического института инженеров транспорта Майзель. Научно-технический совет НКПС одобрил его предложение и поручил НИИ железнодорожного транспорта разработать технический проект. В 1939 году проектирование грузового теплопаровоза продолжалось на Колуменском машиностроительном заводе им. Куйбышева. Ведущими конструкторами разработки были инженеры Лебединский, Щукин, Козякин. Локомотив изготовили всего за пять месяцев. Его обозначили как ТП-1-1. Тепловоз первый вариант, номер один. Первую поездку он совершил по маршруту Голутвин-Луховицы 26 декабря 1939 года. Колуменский теплопаровоз представлял собой уникальную машину, не имевшую аналогов за рубежом. На ней провели экспериментальную проверку многих оригинальных агрегатов и технические решения. С каждой стороны локомотива разместили по два цилиндра, расположенных один над другим. В каждом перемещались во встречных направлениях два поршня, разделяя внутреннее пространство на три рабочие плоскости. При разгоне все цилиндры работали как паровая машина. Когда скорость теплопаровоза достигала 15-25 км в час, подача газа в средней плоскости прекращалась. А вместо него из газогенераторов началась поступать смесь воздуха и горючего газа. Газогенераторов было пять. Размещались они на тендере. Их часовая производительность достигала 4800 кубометров. С помощью паровой турбины мощностью 300 лошадиных сил, каждую минуту в них нагнеталось около 200 кубов воздуха. Твердое топливо подавалось из угольных ям винтовыми конвейерами. Газ сначала использовали для подогрева питавшего паровой котел воды. С этой целью газ пропускали по трубам котлов, утилизировав, где он охлаждался с 700 градусов до 200 градусов. А затем, минував фильтр грубой очистки, поступал калорифер и фильтр тонкой очистки. В результате газ полностью освобождался от угольной пыли и остывал до 100 градусов. В таком состоянии он смешивался с надуваемым и средним плоскостью цилиндров воздуха и после сжатия воспламенялся искрой свечи. Что касается пара, то отработав в цилиндрах, он конденсировался в воду, которая снова поступала в паровой котел. Пароконденсаторы также располагались на тендере в его задней части. Паровой котел с пароперегревателем, дымососом, газоводонагревателем, механизированный углеподатчик, пароконденсаторы. Все это конструкторы ТП-1-1 позаимствовали у лучших паровозов. Газовый двигатель внутреннего сгорания с надувом и движущимися встречными поршнями угольный газогенератор были элементами, взятыми от наиболее совершенных тепловозов того времени. Усилия тяги от штоков поршня передавались двумя отбойными валами, а от них дышлами на шатунный механизм движущихся колесных пар. В июле 1940 года ТП-1-1 поступил на испытательное кольцо НИИ, железнодорожного транспортера. За 4 месяца машина совершила 78 поездок и прошла около 2000 километров. Во время испытания обнаружилось, что при скорости около 40-45 километров в час горючая смесь дает преждевременные вспышки. Этот недостаток колуменцы вскоре устранили, снизив степень сжатия средней плоскости цилиндров. В 1939-1941 годах созданием опытного локомотива того же типа занимались также конструкторы Ворошиловского паровозостроительного завода, в том числе Майзель. Проектированием руководил инженер Близенский Львов Сорока. В июле 1949 года в Ворошилово-Градце выдали рабочие чертежи пассажирского тепловоза с осевой формулой 1х4-1, равного по мощности паровоза серии ИС. Новую машину изготовили всего за 3 месяца. Ей присвоили номер 8000. Наладочные поездки провели на путях завода, причем только в декабре 1939 годах. Локомотив пробежал около 2000 километров. В конце 1940 года приступили к проектированию грузового теплопровоза с осевой формулой 1х5х1, равного по мощности паровоза серии FD. Этот опытный образец изготовили в июле 1941 года и обозначили 8001. В отличие от TP-11 на Ворошилово-Градских локомотивах для двигателей внутреннего сгорания использовали не газ, а дизельное топливо. Оно вспрыскивалось в среднюю полость цилиндров и само возгоралось в сжатом воздухе. Машина номер 8000 прошла испытания в НИИ железнодорожного транспорта и находилась в опытном эксплуатации до 1948 года. Номер 8001 испытывалась только на заводе изготовителя. В 30-е годы необходимость постройки теплопровоза обосновывали достаточно высоким КПД до 16%, по расчетам и 11% в испытательных поездах. Тогда как у паровозов он составлял всего 6-7%. Принимали во внимание и возможности изготовления новых машин на паровозостроительных заводах. Но в последнее время отечественная промышленность освоила серийный выпуск теплопровозов с электротехнической передачей. Их КПД в наивыгоднейших режимах работы достигало 26-27%. Строить наряду с ними менее экономичные локомотивы стало делом нерентабельным. Это и решило судьбу теплопровозов. Хотя с технической точки зрения, то были оригинальные и интересные конструкции. В каждом перемещались во встречном направлении два поршня, разделяя... Ля-ля-ля-ля-ля-ля...